Аухнется не после 45, а ровно в 45, когда дефицит какого-то гормона в первую очередь страдает когнитивное здоровье. Перелет может вызвать дефицит гормонов острый. В любом возрасте нужно, чтобы гормоны были в гармонии. В 44 надо выглядеть на 18 и чувствовать себя на 18. Друзья мои, здравствуйте. Иду сегодня к эндокринологу и приглашаю вас вместе выйти. Знаете, бывает такой период в жизни, который называется «Доктор мой лучший друг». Будем говорить о гормонах. Гормоны, овеяные тайны, слухами, домыслами, страхами. Говорят, что это и химия нашего здоровья, также настроение, и мысли даже. И сегодня мы идем к суперэндокринологу, звезде Светлане Калинченко. Идем вместе. Вы самостоятельно, ну, вряд ли сможете к ней попасть. Во-первых, долгая запись, да и дорогое. А вместе – другое дело. Пойдем, зададим наши вопросы. Светлана Юрьевна, за какими гормонами прежде всего должна следить женщина, и, может быть, даже начинать следить до 45 лет? Нет, аукнется не после 45, а ровно в 45. Вот 45 – это такая вот линия водораздела. 18-44 – это молодой возраст. 18-44 – что такое молодость? Все гормоны в гармонии, все хорошо. Вот в 44 надо выглядеть на 18 и чувствовать себя на 18. И вот если даже в 44 и чувствовала, и выглядела на 18, просыпаешься в 45 – все, ты проснулся в 45 новым человеком, немолодым, уже не таким красивым и уже не таким здоровым. Что происходит в 45? В 45 и у мужчин и у женщин, кстати, ежедневно происходит снижение секреции трех половых гормонов. Мы не делим гормоны больше на мужские и женские, и они все три снижаются. Эстрогены, тестостерон и прогестерон. Эстрогены – это красота. То есть после 45 мы каждый день новая встреча с собой в зеркале. Каждый день здесь что-то не нравится, здесь что-то не нравится. Здесь какая-то морщинка, здесь какая-то жиринка, здесь какой-то волос уже не так лежит. Это дефицит эстрогенов. Плюс мы очень начинаем болезненно реагировать на новую морщинку, жиринку, там не тот волос и так далее, не то количество, не то качество. Почему? Потому что снижается прогестерон. Прогестерон – гормон внутренней такой удовлетворенности с собой. Поэтому молодым им иногда все равно. Вот как там ты причесан, как ты одет, там маникюрный педикюр, ты себя любишь таким, какой ты есть. Это прогестерон. А тестостерон – это уверенность в себе, амбиция. Как понять все-таки, что эстрогена уже не хватает? Первым клиническим проявлением нехватки эстрогенов является непоявление мимических морщин. Это уже не первое проявление. Они должны в 45 появиться. Увы, не бывает по-другому. Если они появились раньше, то я знаю, что у этой барышни серьезные проблемы в интимной жизни. И если не у нее проблемы, и она их не понимает, то у партнера проблемы. Потому что, чтобы в интимной жизни было все хорошо, должно там быть все влажно. И когда не хватает эстрогенов, появляется в первую очередь сухость там. Что является таким фактором проблемным для хорошей, гармоничной, интимной жизни. И женщина, как только она начинает использоваться всякими какими-то увлажняющими гелями, спреями и так далее, это только будет усугублять проблему. То есть там она маскирует нехватку эстрогенов. То есть сначала там сухость, а потом меняется запах. И вот и женщина перестает пахнуть женщиной. Вот запах женщины – это не что иное, как запах эстрогенов. Если у женщины все хорошо с эстрогенами, она пахнет женщиной, у нее все замечательно. Но это заканчивается в 45. В 45 лет нужно начинать что-то делать, найти какой-то свой эстроген обязательно. Крем, таблетка. Таблетка – это уже доктор должен прописывать. Свечки какие-то там, вагинальные, интимные. Пусть не каждый день, пусть через день, пусть раз в неделю. Оно все очень индивидуально. Что делать в этом случае? Значит, принять или начать действовать, или все это вместе? Один путь. Второго пути быть не может. Потому что я считаю, что главное вообще на самом деле, ну, одна из целей в жизни каждого человека – это, конечно же, сохранить свое здоровье. Вот, потому что если мы не сохраним свое здоровье, а в первую очередь, кстати, страдает, когда дефицит какого-то гормона, в первую очередь страдает какое здоровье? Страдает когнитивное здоровье. Поэтому, когда мы устали, что происходит? Мы не можем слово вспомнить, что-то, мы что-то там забыли. Вот что страдает. Поэтому, если не выбрать правильный путь, а правильный путь – это возмещение, заместительная гормональная терапия, то каждый доживет до чего? До когнитивных нарушений, ухудшения памяти там и так далее. Это начальный этап. А финал – болезнь Альцгеймера, которой сегодня стало очень много. Ну и зачем прожить жизнь? Хорошую, плохую, любую, но это же жизнь. Да, и в конце все это забыть. Я считаю, что страшнее этого нету ничего. Поэтому путь только один – заместительная гормональная терапия. Можно до 45 играться. Вот, понимаете, вот профилактировать, профилактика для здоровых. Вот это все сегодня так модно. Профилактика, профилактика, там, превент-эйдж, профилактика, профилактируем, там, возраст. Кому? Здоровому. Как только случилась проблема ожирения, уже в профилактику играться поздно. Сухой глаз, сухой рот, сухое ухо, сухие другие интимные места – это болезнь. Не лечим симптомы, а занимаемся эстрогенами, по крайней мере выясняем. То есть профилактика заканчивается в 45 лет. Либо она заканчивается тогда, когда появился нерегулярный цикл. Если раньше, вот, у нас был один рак, 8 лет нашей клиники, и 8 лет назад, если один раз рак за год, это было ЧП, мы собирались, ЧП, ЧП, то сегодня это норма. У меня на приеме сегодня ежедневно, ну, от двух до пяти раков. Из них один-два молочные железы, и до 45. То есть если она пришла в 45, там рак уже есть, то тогда все, это противопоказание. Если его нет, каждой женщине 45 лет и после вы рекомендуете гормону завести? Обязательно. Обязательно. Но перед этим она должна привести в норму витамин Д, омега-3, индекс, железо, пандемия сегодня, дефицита железа, B12, пандемия B12, потому что дисбиоз кишечника, антибиотики, которые убивают всю нашу флору. И если кишечник не в порядке, то те гормоны, которые я даю, мне не будут усваиваться. И что они говорят? Да, я там принимаю терапию, но я поправилась. Не поправилась ни от гормонов, а от того, что эта терапия не работает. Если терапия работает, то в среднем возрасте, 45-59, женщина должна в 59 выглядеть на 45 и чувствовать себя на 45. Может ли женщина сама контролировать свой уровень гормонов, эстрогенов в том числе, и как часто нужно сдавать анализы? Конечно, конечно. Вообще вот сегодня весь мир идет туда, что нужно проводить самоконтроль, самодиагностику. Потому что невозможно же сдавать бесконечно кровь на гормоны. Потом гормоны очень нестабильны, насколько вы понимаете. Вот сейчас мы с вами сидим, мы друг другу нравимся, мы такие расслаблены, у нас все хорошо. Но если сейчас что-то нас стрессирует, случится острый стресс, картинка же сразу изменится. И гормоны сразу будут другие. Вот поэтому весь мир идет по пути разработки таких доступных методов, смарт-умные, смарт-диагностики, чтобы женщина могла сама это проводить в домашних условиях, в любом состоянии. В течение суток можно посмотреть, что там на стрессе, после сна успокоилась, там медитация, йога-не-йога. И самый простой и очень классный метод, который мы рекомендуем, вот такой тест держать должна каждая женщина всегда с собой в сумочке. Перелет может вызвать дефицит гормонов, острый. Вот зашла в самолет, красивая, вся влажная, красота же эстрогена, это про красоту. Красота, это правда, прилетела вся сухая, высушенная, она не может понять, почему она сухая, потому что она там гендопила, самолетокислительный стресс, или какой-нибудь еще стресс, боится летать, что нужно делать, пить воду, или срочно помазаться эстрогенами, восполнить их дефицит. И вот есть такая удивительная полоска, вот, ПАЖ-баланс, вот эта полосочка, женщина вставляет себе в главный орган, который является индикатором достаточности эстрогенов. Если все хорошо, то там должно быть влажно, и каждая женщина это чувствует, но она не может понять, насколько там влажно, не влажно. Если с эстрогенами все хорошо, то цвет полоски желтый. Значит, может быть не так влажно, не так красиво, но не критично. То есть это не есть диагноз дефицита эстрогенов. То есть если цвет полоски не желтый, то это диагноз... Когда он темный. Да. Дефицит эстрогенов. Это критично. Значит, их нужно срочно восполнить. Везде. Есть крема с эстрогенами, есть свечи с эстрогенами. Нужно срочно что-то сделать в домашних условиях. А где взять этот гормон? Только из замещения, из таблеток? Есть безрецептурные свечи с эстрогенами. Если препарат безрецептурный, то это о чем говорит? Что этим нельзя навредить никогда и никому. То есть даже у женщины, если есть там рак молочной железы, то локальные эстрогены ей не навредят. Вот это то, что должно быть у каждой женщины всегда с собой в косметичке. И там же у каждой женщины всегда с собой в косметичке должны быть какие-то крема с эстрогенами и какие-то свечки с эстрогенами. Обязательно. Все-таки действительно гормоны очень связаны с образом жизни, даже с философией жизни. Это все взаимосвязано. Конечно. Это все проекции. С одной стороны они управляют, с другой стороны на них тоже можно повлиять. Меня никто не заставляет жить в бешеном ритме, в котором я иногда сама себя погружаю. И реагировать определенным высоким стрессом, образом реагировать на какие-то события. Вы правы. Стрессы убивают наши гормоны. И если вы чувствуете, проснувшись, что вам чего-то не хочется, что вам всегда хотелось, вам чего-то хочется, но не можется, что вам всегда хотелось и моглось, вот это говорит о том, что вы в стрессе. Вот тогда, конечно, нужно побороться со стрессом, чтобы свои гормоны восстановить. И вот у каждого должен быть свой рецепт, как бороться со стрессом. Для кого-то это баня. Природа обязательно. Мы нигде так не заряжаемся, как на природе. Обязательно это должно быть. Но природа у каждого своя. У кого-то это горы, у кого-то это лес, у кого-то, я не знаю, там озеро и так далее. Обязательно нужно восстанавливаться. Если вдруг мы не хотим общения, значит, мы в социальном стрессе. Нужно ни с кем не общаться. Не надо через силу. Нужно просто сказать подруге, слушай, мне нужно восстановиться. Давай неделю, вот, не будем общаться. Нужно отдохнуть, выключить телефон, никого не видеть, никого не слышать. Вот бытует мнение, что сегодня выглядеть молодым, чувствовать себя молодым после 45 лет, что это очень дорого. Это нужно подключаться к определенному питанию, к каким-то возможностям медицины. Что вы об этом скажете? Красота снаружи, здоровье внутри. Чем мы здоровее, здоровье это про гормоны, всегда, да, чем наши гормоны более в против... Гормональной терапии не стоят дорого, тем меньше мы нуждаемся в походах к косметологам. Брови свои растут. Их не надо рисовать. Они свои, не седые. Вы не тратите деньги. Ресницы свои растут. Вот, ну, нету ничего ценнее жизни, да. Нужно любить жизнь, нужно любить себя в любом возрасте. Но для того, чтобы любить себя в любом возрасте, нужно, чтобы гормоны были в гармонии. О, кстати, я даже не накрасила ресницы. Но у нас клап горит. Слушайте, вот. Я хотела, вот. Понимаете, мне не надо ходить, наращивать себе ресницы. Что я хочу сказать. Многие важные вещи прозвучали, по моим ощущениям, не бесспорные. Но я предпочитаю на тему здоровья иметь два-три мнения. У меня в ближайшее время будет встреча с доктором в восточной медицине. Вопросы близкие, так что у нас будет возможность обоставить, сравнить, сделать какие-то свои выводы. В любом случае, заниматься здоровьем очень важно с открытыми глазами. Чего нам всех и желают. Так что здоровья, отличного настроения и скоро очень увидимся. Редактор субтитров А.Семкин